Продолжаем, и прямо сейчас мы решили, что необходимо, чем утро все многие занимаются, хозяйки готовят завтраки. Мы не исключение, и сегодня мы вместе с Алексеем. Мы вообще на волне, знаешь, вот этих современных трендов, новых, здоровых, прежде всего речь идёт ЗОЖ, здоровый образ жизни, ИПП, правильное питание. Ну и вот сейчас займёмся приготовлением правильного овощного эндофруктового завтрака, который поможет вам почувствовать себя бодрым и при этом не набрать лишние калории с утра пораньше. Что мы сегодня сделаем? Мы сделаем свежевыжатый сок. Вот у нас уже подготовлены фрукты, есть соковыжималка, но этим давай мы немного позднее займёмся. Хорошо, у нас уже готовая апельсина, чуть позже будет. Также мы потушим овощи, вот которые они у нас такие замечательные уже есть. Брокколи. Брокколи. Мой любимый брокколи. И сделаем яблоки, ещё яблоки с изюмом, но мы всё это будем делать вот в такой системе из кастрюль. Сейчас мы вам немного позднее всё объясним. Самое интересное то, что здесь необходимо добавлять масло, либо даже воду. Всё готовится без каких-либо романов. Волшебным образом, всё внутри само собой приготовляется. Волшебным образом. Так, у нас вот мы порезали просто свёклу, порезали морковь, взяли брокколи, всё это, конечно же, помыли. И прямо сейчас, Алексей, прошу тебя включить. Нам необходимо включить на 4 или на 5 градусов примерно. Хорошо. Всё, ну давай 5. Прекрасно. Хорошо, вот такие кастрюли, они хороши тем, что можно сразу несколько блюд готовить на одной комфорке. Ну вот как у вас небольшая вот такая, как бы варочная поверхность, но зато мы здесь можем 4-5 блюд одновременно приготовить. Серьёзно? Да. Так. Очень невероятно. У нас пока начинается вот здесь с овощами история. Давай быстренько мы подготовим яблоки. Яблоки у нас мытые, всё очень просто. Убираем вот эту плодоножку. Угу. Быстренько убрали. Быстренько отрезали. Мы опять сделали такую небольшую каёмочку. Слушай, как ты интересным образом приготовляешь яблоки. Всё же гениальное просто, Лёш. Отлично. Ну ты же хозяйка у нас такой, потому что я в этом смысле человек не очень полезный. Но вот насчёт потреблять, в смысле пробовать, это, пожалуйста, всегда рад. Теперь берём, добавляем немного изюма. А если кто любит, можно добавить творог, можно добавить мёд, можно добавить курагу, чернослив. Кто что любит, мы решили обойти сегодня. Ну давай, я сделаю начинку. Да, давай, сделай. Изюмная начинка вот этих яблочек. Просто берём теперь, кладём всё это в кастрюлю. Видишь, кастрюля у нас непростая. Кастрюля у нас с небольшими дырочками, такими специальными. Принцип пароварки такой получится. Да, принцип пароварки. Всё понятно теперь. Так, берём, кладём наши яблоки сюда. Вновь мы ничего не добавляем. И теперь нам необходимо лишь установить, да, вот... Ой, слушай, а тут прям какая-то лампочка мигает. Как раз мужская работа. А, то есть в этой ручке находится термодатчик с искусственным интеллектом, который поможет нам всё это приготовить. Здесь не будет даже выделяться пар, если крышку специально не поднимать. Он весь внутри, и благодаря именно этому пару и будет процесс приготовления проходить. Давай, пока у нас... Мы вот поставили уже на комфорт, у нас всё греется, да, я надеюсь? Да, всё греется. Да, всё греется, тёпленько. Поэтому давай мы приступим с тобой к соку. Так, ну, здесь, друзья мои, простая история. У нас есть вот эта сверхсовременная и продвинутая соковыжималка. Есть уже порезанный, собственно, апельсин у нас будет свежевыжатый апельсиновый сок. Ну, и, насколько я понимаю, вся история будет работать следующим образом. А ты вообще любишь свежевыжатый олимпиад? Или ты предпочитаешь из пакетов сок? Если есть возможность добыть свежевыжатый сок, как вот сегодня этим утром, то, конечно, лучше, если он будет у нас... Так, у нас тут что-то как-то... Вот, у нас специальное есть. Только сильно не дави потихонечку, потихонечку дашь. Здесь, кстати, вот в этой соковыжималке, здесь у нас система медленного отжима. Ну, вот, как мы можем видеть, не очень все это быстро проходит, но зато получается холодный отжим, и он самый полезный, потому что продукты не теряют свои витамины. Принцип действия этой соковыжималки, как я уже говорил, шнековый, что позволяет действительно нежным, медленным образом извлекать из цитрусовый сок, и при этом сохраняется все полезные свойства свежевыжатого апельсинового сока, за которым мы, собственно, его так и любим. Давайте, дорогие друзья, пока у нас здесь готовятся овощи и яблоки с изюмом, также, пока мы здесь продолжаем выжимать сок, прервем.